Итак, первое испытание, которое у меня досталось, называется «Бамбуковая роща». Я сделала за 6 секунд, как сказал тренер, и это довольно-таки неплохой результат. Второе испытание называется «Тирольская переправа». Надеюсь, я справлюсь. Справиться с заданиями обязан каждый, кто переступил порог этой уникальной школы. По-другому просто никак. Испытания, которые достались мне, повышенным уровнем сложности, не отличаются. Их легко выполняют даже дети. Но самая важная – разминка. Ее нужно выполнять перед каждой тренировкой. Моя прошла под руководством звездного тренера Школы Героев Юрия Прокудина, победителя проекта «Суперниндзя» на телеканале СТС. Не так давно Юра вернулся с очередного чемпионата по гонкам с препятствиями в Коста-Рике. Любовь с этим видом спорта у молодого человека случилась с первой тренировки. Изначально я занимался спортивной гимнастикой на протяжении 8 лет здесь, в Риотово. После этого я случайно оказался на соревнованиях по гонкам с препятствиями в Беларуси. И меня с первых соревнований захватило. Я вернулся в Москву, нашел зал и начал туда ходить. И вот уже на протяжении 6-7 лет я занимаюсь самостоятельно. И я кайфую от каждой тренировки. Юрий не только обучает детей и взрослых успешному прохождению полос препятствий, но и сам их создает и тестирует. Одна из них успешно испытана в минеральных водах. Именно туда студент 4-го курса Московского госстроительного университета ездил в одну из своих командировок. Весь полученный опыт спортсмен передает своим подопечным. Точно так же, как и его коллега по цеху Дмитрий Караванов. Дмитрий – мастер спорта по становой тяге, жиму штанги лежа, полуфиналист шоу «Русский ниндзя», победитель арены героев. В школе героев в Реутове Дмитрий работает с открытия. Учит юных ниндзя преодолевать препятствия разной степени сложности. Особенно мне нравится то, что это формирует в детях не только физическую силу, и какую-то выносливость, и ловкость. Они становятся более смелыми, целеустремленными, и это формирует командный дух, потому что они тренируются постоянно вместе, вместе проходят препятствия. С подопечными школы героев в Реутове занимаются семь профессиональных тренеров. Каждый из них – титулованный спортсмен с множеством наград и регалий, а также большую любовью к спорту и всему, что с ним связано. Тренировки, длительность которых составляет ровно один час, проходят под их чутким руководством – от разминки до непосредственного прохождения полосы препятствий. Всего в школе героев три разноплановых локации. Наш зал единственный и своего рода уникальный, потому что в России такого второго нет. У нас в одном месте три зоны – это зона ниндзя, зона паркура и зона скалодрома. Даже в европейских залах нет трех зон в одном месте, максимум две. В дальнейшем мы планируем открыть еще четвертую зону, но это пока в перспективе. Школа героев открылась на юбилейном проспекте в Реутове в День защиты детей – 1 июня 2024 года. В День города здесь провели первый тестовый турнир, в котором участвовали около 30 спортсменов от 7 до 40 лет. Основная цель школы героев – популяризация спорта среди молодежи, расширение их кругозора и, конечно же, воспитание новых героев, будущих звездочек Наукограда.